Игра ХК СРФТИ и Заречья выдалась напряженной. Уже на первых минутах первого периода противники забили в ворота СРФТИ первую шайбу. Наши хоккеисты пытались отыграться и дать ответ зареченцам. Но сравнять счёт не получилось. С РФТИ получили ещё одну шайбу в ворота. Счёт 0-2 не получилось переломить и во втором периоде. Эмоции были на пределе. С той и с другой стороны не обошлось без удалений и нарушений. Но, несмотря на неутешающие результаты, игроки ХК СРФТИ не теряли боевого духа. В первом периоде мы получили забить пару моментов, пропустили, в втором поднажали. Сейчас, думаю, в третьем прибавим, нажмём на соперника, забьём свои голы и победим. Соперник трудный. Ребята молодые, ребята бегут вперёд. Видно, что у них есть сыгранность. Третий период стал для ХК СРФТИ переломным. Хоккеисты отправили в ворота Заречья две ответные шайбы, сравняв счёт. А после забили ещё два гола. Итоговый счёт – 4-2. Чемпионат Нижегородской области по хоккею среди студенческих команд проходит четвёртый сезон подряд. В текущем сезоне главный студенческий хоккейный форум собрал восемь коллективов. К шести традиционным нижегородским дружинам добавилась сборная СРФТИ и Княгининский университет. Уже состоялось три игровых дня по несколько туров. «Через неделю мы встречаемся уже в Княгинино. В хокке молодёжной. Там проходят ещё пять игр. А 9 марта у нас регулярная часть завершается в Ледовом Торце Заречья. Это Нижний Новгород. Там проходят оставшиеся матчи. И по итогам именно регулярного чемпионата у нас команда будет отбираться, претендовать на поездку на первенство России среди студенческих команд, который в конце апреля пройдёт в городе Санкт-Петербург». По словам Алексея Швецова, говорить о каком-то лидерстве пока преждевременно. Команды идут очень плотно. Пять команд претендуют на то, чтобы по итогам регулярного чемпионата занять первое место. В этот же игровой день ХК СРФТИ сыграли утром с Ран Хиггсом. Наши студенты реализовали свои моменты – забили голы и выиграли 10-3. Также на льду Сарова клюшки скрестили и другие хоккейные команды области. «К сожалению, мы проиграли, но при этом команда очень хорошо постаралась. На самом деле, я ими очень сильно горжусь. Они регулярно занимаются. И, наверное, главная наша цель нашего комитета – это продвинуть хоккей от нашего вуза». В апреле отдельно пройдёт плей-офф, победитель которого получит путёвку на Кубок полпредства в Казани.